Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Какой-то растрай в семье. После того, как муж ушел к другой женщине, сын скоро 21 год сам по себе. Дочка 15 лет, ничего не хочет. Подумать делать, как раньше за стол, всех ужин посадить не могу. Схожу с ума от их непослушности, пытаюсь держаться как прежде, но не получается. Я не авторитет для них, всегда все принесу подам, а папу слушали, особенно сын. Если вот так общее говорить, да, ну то есть вот если вот прям вот мы так вот максимально, общее описываем то, что происходит сейчас, ну вот, с вами, да, например, то я бы сказал, что это некая такая невозможность прожить травму, невозможность прожить травму ухода вашего мужа. Дело в том, что уход вашего мужа – это травма. Дело в том, что уход вашего мужа – это, ну, трагедия для вас. И, в общем и целом, я бы сказал, что вот это ваше желание держаться как прежде, да, вот. То, что вы хотите, вот, чтобы было, ну, чтобы было как раньше, да, как прежде. Вот такое ваше желание. Оно, в общем-то, само по себе, как мне кажется, как мне кажется, обусловлено некой вот травматичностью, потому что уход вашего мужа, он является травмой не только для вас, он является травмой и для ваших детей тоже, в том числе. И, как бы, ваши дети, так же, как и вы, ну, справляются с этим, справляются с этим, как могут. То есть, вот, это нужно, наверное, понимать, да, вот, как могут, как могут, так и справляются, вот. То есть, хорошо ли, плохо ли, не так важно, как могут, так и справляются. И вы тоже справляетесь с этим, как мощь. И вот мне кажется, что вы пытаетесь справляться с травмой своей, не проживанием её, не признанием того факта, что, ну, что реальность изменилась, что теперь всё по-другому, что, ну, как бы, что изменилось всё с уходом вашего, мужа, а тем, что пытаетесь удержать, как было, а не получается. И, наверное, я бы сказал, что вам нужно перестать, вам нужно перестать бороться, перестать бороться с тем, что происходит, позволить ситуации течь, позволить ситуации быть такой, какая она есть. сейчас, вот, как мне кажется, это единственный, единственный способ для вас, ну, остаться со своими детьми, скажем так, в контакт, напротив, если вы будете стараться, вернуть всё как было, да, удержать всё как было, то вы будете терять, как мне кажется, детей, вот, вы будете терять детей, потому что детям, ну, детям больно, детям просто будет сталкиваться вот с ну, с такой реальностью, вот. И я думаю, что в вашей семье сейчас складывается такая ситуация, что никто друг друга, в общем-то, не слышит. Ну, мне так, по крайней мере, видится, что никто не слышит друг друга, а вы не слышите своих детей, а дети не слышат вас и не слышат друг друга. Возможно, никто и не говорит о себе, возможно, это связано с тем, что о себе не говорите вы, то есть вы не говорите своим детям о том, как вам больно, например, вы не говорите детям своим о том, как вам тяжело, вы не говорите детям о том, например, как вы страдаете, понимаете, да, и вот это, вот это все в купе, в купе. Я думаю, что есть еще проблема, связанная с тем, что вы себя не рассматриваете как бы как отдельную личность, то есть вы не видите себя отдельно от своих детей. вот. Вы растворяете с них, а дети уже видят себя отдельно от вас и от семьи. они вероятно понимают, они вероятно понимают, что вот то, что случилось, да, это плохо, это ужасно, вот, они это понимают, но они понимают, что полагаться теперь могут, могут, ну, на себя, а вы продолжаете полагаться на них. и вам сейчас для того, чтобы чувствовать, вот, ну, комфорт, да, вам сейчас для того, чтобы вам чувствовать, ну, вот, знаете, чтобы чувствовать себя хорошо, вот, вам нужно, чтобы дети, ну, чтобы дети вели себя как-то, понимаете, да. А сами вы свой комфорт обеспечить не можете. Сами вы свою защищенность обеспечить не можете. вот. И это является проблемой. Я думаю, что связано это с тем, что вы закрыли для себя возможность прожить боль, которую, ну, которую вы чувствуете, да, которую вы ощущаете. Вот, я думаю, что основная проблема заключается в этом, ну, на мой взгляд. И я думаю, что с этого, в принципе, и можно начинать, да, то есть, вот, психотерапевтическую работу, с этого можно начинать, с того, чтобы вам проживать свою боль, проживать свою болезненность, вот, чтобы вам не было так, ну, вот, тяжело, чтобы вам не было так больно, то есть, как-то, вот, работать в этом направлении. Еще один важный момент, на мой взгляд, заключается в том, что вы не задаете вопрос, то есть, чего вы хотите от, например, психологов, да, от нас. Вот, вы не задаете вопрос. Было бы здорово, было бы корректно этот вопрос задать. Вот, то есть, чего я все-таки хочу, что мне все-таки нужно. И вы бы уже, в этом смысле, от чего бы то, от чего бы то опталкивались, и вы бы в этом смысле уже выбрали бы, ну, вот, то, к чему вам идти. Вот, а сейчас, ну, вот, сейчас, как бы, получается такая штука, что никуда вы не двигаетесь. Сами. Вы зависли. И чувствуете, в общем-то, бессилие. Бессилие вы чувствуете, вот, именно в том, что, ну, что боретесь, что приходится, значит, бороться. Вот, но гораздо проще и легче было бы, если бы просто позволили детям быть собой, а себе собой. Вот. Вы говорите о том, что, значит, ну, вот, действуете по такому принципу, да, по дай-принимсе, что означает, что вы не видите смысла в своей жизни без, ну, вот, вероятно, без вот этого. Без обслуживания, без услужения. Ну, вот. Ну, и скажите, пожалуйста, как вам это? То есть, вот, насколько вы, там, допустим, считаете это адекватным, корректным для себя состоянием? Нравится ли вам это состояние или нет? И хотите ли вы его изменить? В общем-то. Вот. Хотите ли вы его как-то, ну, подкорректировать, хотите ли вы его как-то исправить и так далее. Вот. Самое главное, ну, одно дело, если хотите. Вам можно в этом помочь. И другое дело, если не хотите. Хотите, чтобы все было как раньше, да, хотите, чтобы все было как прежде. Вот. Но я думаю, что, я думаю, что не удивлю вас, если скажу, что, что, как раньше не будет, вот. И чем быстрее вы это признаете, чем быстрее вы это признаете, тем лучше будет для вас и для ваших детей. вот. Обязательно, обязательно нужно работать с травматичностью, которая есть у вас. и через вас, через вас, через вас, помогать детям, вот, справиться с их, значит, сложностями, вот, с их проблемами, которые у них есть сейчас. Вот. А сделать вы это можете только, если сами будете в, ну, в ресурс. Вот. Так что, с травмой люди справляются как могут, с травмой люди справляются как умеют, и я не думаю, что, что вы делаете что-то плохое, вот. Но я думаю, что вам совершенно не обязательно действовать в одиночку, я думаю, что вам совершенно не обязательно быть одной. Я думаю, что вам можно и нужно заручиться поддержкой, вот, ну, психолога, например. И я думаю, что это вот то решение, тот путь, который вы можете для себя выбрать, вот. Чтобы пройти эту, ну, эту кризисную ситуацию. И чтобы с минимальными потерями для себя, да, и чтобы детишек не потерять. Вот. То есть, чтобы, ну, с детьми у вас все было хорошо. Я, конечно, очень вам сочувствую, да, я, ну, сочувствую вот той ситуации, в которой вы оказались, вот. Безумно жаль, что вы в этой ситуации оказались. Но, коль так случилось, то давайте будем расспираться, давайте будем двигаться дальше, давайте будем вспоминать о себе, на мой взгляд, вы про себя забыли. Вот. И это совершенно неприемлемо. то, что вы себя так обесцениваете, вот, что вы к себе так относитесь, вот, что вы себя, получается, так позиционируете, вот. То есть сложно уважать человека, который себя не уважает. А вы говорите, что я не могу собрать там всех с задним столом, да, как бы. Ну, если вы внимательно как-то к этому присмотритесь, вы увидите, что вы собираете детей с задним столом, да, для себя. Вы это делаете для себя, не для них дети это чувствуют, и поэтому к вам, в общем-то, ну, к вам не прислушиваются, вот. по этой причине они чувствуют, что вы это делаете для себя, не чувствуют, что вы это делаете для них, вот. И это, это нормально, что вы делаете это для себя, это нормально, просто вам нужно, во-первых, это признать, а во-вторых, вам нужно увидеть альтернативу. То есть, как ещё я могу сделать, что ещё я могу сделать для себя, вот. Понимаете? Что ещё я могу сделать для себя, что ещё, вот. Как ещё я могу дать себе то, что мне нужно, вот. И дальше, конечно, уже работать с личными границами, с самостоинкой, выстраиванием адекватных отношений с детьми, вот, выстраиванием адекватных, ну, адекватных отношений, ну, между собой, да, с собой и окружающими, вот. Чтобы не дискредитировать себя, так как это, ну, так, как вы это делаете сейчас. Вот. Вот то, что я мог бы вам сказать, то, что я мог бы вам предложить в качестве, ну, в качестве обратной связи на ваш текст. Вот. И обязательно, пожалуйста, сформулируйте свой запрос, да, то есть, как бы, ну, что вы хотите. Причинляйте, вот. Вот. От психолога. То есть, вот, ну, что вы хотите поменять. При этом есть чёткое понимание того, что то вы не можете поменять своих детей. Вы не можете поменять, ну, вообще других людей. Вы можете только самостоятельно, да, ну, самостоятельно что-то изменить в себе. Это вы сделать можете. И все. Больше? Нет. Поэтому вот тоже такой очень важный момент, что при формировании запроса, да, при формировании вашего запроса, необходимо, чтобы вы вот старались держать в голове, что изменить я могу что-то в себе. Поменять я могу что-то в себе только. Другие люди, на самом деле, начнут меняться только если начнете меняться вы. И само собой, что это не может быть самоцелью. То есть самоцелью не может быть стремление изменить другого человека. Это очень важный момент, на который я хочу обратить ваше внимание, потому что об этом, ну, вот, честно забывают люди, а я хотел бы, чтобы об этом не забывали. Чтобы это помнили, я бы очень хотел, чтобы этот момент мы учитывали. Поэтому я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Найдите способ, обязательно, для себя начать, начать проживать травму, вот, ну, то есть травму, травму потери. Вот, обязательно найдите, найдите для себя этот способ. Вот, и с этого начнется ваше развитие. Буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу, это вот позволит вам начать начать над собой работу. Это позволит вам начать, ну, как-то двигаться в... двигаться вперед. Вот, это позволит вам начать что-то в себе менять. Это позволит вам сформулировать базовые... ну, базовые постулапы для психотерапии. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...